Если можно, так получилось, поскольку я последний выступаю, я попробую на свой взгляд и без какой-либо попытки исказить слова предыдущих спикеров, отразить вообще семантику слова «экосистема» и ответить на часть вопросов, которые вы всем спикерам задавали. Валерий Николаевич начал с биологических аналогий, и я напомню, что с точки зрения биологии, мое базовое образование первое, медицинское, по сути, экосистема – это система, состоящая из двух основных составляющих, одна из которых – это биоциноз, это те самые живые организмы, которые внутри экосистемы живут, и биотопа – это среда, которая позволяет улучшать взаимосвязи и взаимодействие между этими. И когда Владимир Николаевич спрашивает, можно ли построить экосистему, она же живая, и эти микроорганизмы, давайте снимем розовые очки, они кроме симбиотических отношений, вот мы всегда говорим, вот экосистема, компании совместно друг другу помогают развиваться, на самом деле, как любая экосистема, там есть еще паразитические взаимоотношения, ну и они жрут еще друг друга, не надо этого стесняться, там нормальная конкуренция, стартапы друг друга кушают, это совершенно нормальный такой процесс. И на вопрос, можно ли построить, на самом деле, действительно, полную экосистему построить нельзя, потому что в рамках биоциноза тех самых живых организмов, они сами определяют свою судьбу. Но в значимой части мира биотоп первоначально, вот эта среда взаимодействия, она закладывалась со стороны государства. И даже та же самая долина, которая сейчас прозвучала, вот первоначальный биотоп, который базово был заложен, он во многом был заложен, в том числе с участием денег государственных организаций в Соединенных Штатах. И Китай хороший пример, да, мы сейчас видим, как Китай быстро развивается. Понятно, что потом, те самые стартапы, развиваясь, они изменяют биотоп, они изменяют среду, они на нее влияют и изменяют систему взаимодействий. И, собственно говоря, Сколково, это такой тоже большой стартап, там 10 лет было в прошлом году, но мы до сих пор, отвечая нуждам своего биоциноза, своих компаний, с которыми мы работаем, постоянно меняемся. Вы спрашивали, может ли быть экосистема моделью управления? Нет, на мой взгляд, экосистема не может быть моделью управления, конечно же. Но это такая определенная модель взаимодействия, которая ускоряет создание новых сущностей, создание новых компаний или новых идей, или новых команд. И почему это происходит? Ну, вот тот самый биотоп, который заложили, который потом менялся, он обеспечивает быстрые, гибкие взаимосвязи, которые позволяют, собственно говоря, быстро переориентировать команды и быстро создавать новые идеи, новые компании. И говоря о том, вообще, национально-технологическая революция этой экосистемы или нет, на мой взгляд, нет. И вот мы, я слушал там разные ответы, как отвечали корпоративные партнеры, как отвечали институты развития, посмотрите, какое различие. В принципе, все говорят очень схожее. Среда, компании, они развиваются, надо свести их вместе, но существенное различие в той стадии зрелости, о которой мы все говорим. И в действительности там, где-то раньше, где-то позже. Конечно же, для крупного корпоративного партнера это среда со зрелыми компаниями, которые интегрируют готовые сервисы. Для институтов развития это среда для компаний, которые создают эти сервисы, создают эти продукты. И если говорить про национально-технологическую революцию, то, что сделал НТИ, то, что делает Сколково, то, что делает фонд содействия инновациям, это тот самый фундамент простейшей микроорганизмы, которые потом перерастут в сложные живые системы, которые будут элементами более крупных экосистем. На мой взгляд, с этой задачей и НТИ, и Сколково, и ФСИ справляются в последние годы. Собственно говоря, стартап-движение, если вспомнить то, что было в 2010 году, и то, что было в 2000 году, оно категорически различалось с тем, что мы имеем сейчас. Еще вы задавали вопрос о тростлевой или региональный аспект. И там были региональные, тростлевые вопросы. На самом деле, на мой взгляд, и то, что я вижу в разных странах мира, это смешение, которое имеет хронологическую последовательность. Первоначально этот аспект – это центры компетенций научных, которые исторически складываются и которые существуют многие десятки лет. Сейчас я прокомментирую, собственно говоря, про территории, которая на пустых площадях создавалась. На этой базе это действие вторым шагом региональных правительств, которые начинают докармливать среду, выстраивают теплицу для компаний, которые могут базироваться. И, исходя из этого, возникают уже отраслевые центры компетенций, которые имеют географический характер. Вот мы, например, с вами говорим «Долина», «АйТи-компании», очень быстро развиваются, да, конечно. Но я, например, другой пример из «Долины» приведу – это клеточные технологии. Почему центр клеточных технологий в мире находится в Калифорнии? По очень простой причине, потому что первые разрешения на применение клеточных технологий в мире были выданы локально в правительственном Калифорнии. И это вот и был тем вторым. Они это делали, потому что у них было значимое число научно-исследовательских институтов, которые занимались клеточными технологиями. Поэтому вопрос перехода от научной к отраслевой и от региональной аспекта имеет совершенно четкий параметр. И когда вы говорите, этот вопрос имеет практические последствия. Если региональные власти понимают, какой научный центр компетенции есть, что генерироваться будут команды, конечно же, надо это инвестировать. Конечно, нужно эту отрасль построить. Возвращаясь к теме, почему Сколково в пустом поле, за 10 лет много раз мы слышали этот вопрос. Ведь Сколково это не только попытка построить инновационный центр, Сколково это попытка построить и университет нового типа. И именно поэтому, для того, чтобы старые огрехи постсоветской научной системы не переходили в университет нового типа, и было принято сложное решение, и которое до сих пор вызывает споры, это строить Сколтех из Сколково отдаленно от всех университетов, абсолютно в чистой зоне, только с научными и партнерскими связями с другими университетами и в мире, и в России. И на мой взгляд, с точки зрения популярности университета и того количества научной деятельности, которую Сколтех ведет, этот эксперимент совершенно точно не провалился. Там в пятерке, в семерке лучших университетов России сейчас этот университет находится. Пару слов про Сколково скажу, понимаю, что время поджимает. Но вот Сколково там проблема, или сильная сторона Сколково – это значимый комплексный функционал, который в себя включает и стартапы, и партнеры, и строительство инновационного центра. Именно поэтому у нас много интерфейсов по взаимодействию с внешней средой. Мы постоянно меняем модель, по которой мы работаем. Мы подошли к своему десятилетию, в этом году у нас 3100 плюс стартапов, которые, это участники Сколково только, которые генерируют выручку, думаем, что в этом году она будет 180-190 миллиардов рублей, при этом 70% стартапов в портфеле, они не генерируют выручку, это компания ранних стадий, это вот 30%, которые подросли уже это делают. Но мы двигались постепенно по очень схожему пути, как Сергей сказал, то есть мы двигались от компании, которая строила город и выдавала гранты стартапам, к компании, которая оказывает сервисы. И вот это мы понимаем сейчас, забавный эпизод был в нашей жизни в прошлогодней, когда журналист Ведомостей, собственно говоря, сам самостоятельно, у нас открытая система, все стартапы опубликованы на сайте, взял, составил список стартапов, разослал вопросы стартапам, а что вам сколково дало. И нам было очень приятно, на самом деле, увидеть, что при этом в независимом вопросе, это было в Ведомостях, можно статью найти, большая часть стартапов поставила денежный фактор и возможность получения льгот или грантов на четвертое место. Это как раз подтверждение того, что система взаимосвязи для стартапа сейчас более важна. Но, тем не менее, кроме 3100 участников, у нас rejection rate, то есть процент отказов при того, когда стартапы приходят к нам на статус, около 75%, очень высокие требования именно к DeepTech, к научной составляющей. Но мы продолжаем с этими стартапами отслеживать, с этими командами работать. У нас ежегодно мы еще в рамках корпоративных исследораторов около 3000 стартапов видим, которые не станут резидентами Сколково, но они также оказываются в нашей экосистеме. У нас 100 официальных партнеров, но кроме этого мы работаем более чем с 500 индустриальными компаниями, которые заказывают и ищут технологии. И сеть научных институтов, собственно говоря, которые у нас источник стартапов, это вот наше все. И надо обязательно упомянуть о цифровизации. Это не потому, что это модное слово, просто мы находимся на той критической точке, когда для того, чтобы взаимодействовать, собственно говоря, с ограниченным ресурсом, который мы имеем, с таким количеством стартапов, мы сейчас более чем на 50% финансируемся из внебюджетных средств на самом деле. Нам нужны цифровые системы. Мы для этого построили несколько цифровых систем, и мы находимся в постоянном динамическом усовершенствовании объединений. Первая базовая система, и все наши региональные партнеры, Сколково же это не инновационный центр теперь, это сеть региональных партнеров, уже около 20 плюс партнеров будет в этом году, в том числе Игорь и здесь в Ленполиграф Маша, да, это региональный партнер, это СРМ, и в рамках СРМа весь портфель компаний и весь портфель партнеров, он становится виден и нам, и нашим партнерам. Более того, даже человек, который не является региональным партнером, СРМ имеет всегда внешний интерфейс, можно зайти на navigator.sk.ru, и та информация, которая является открытой, по Сколковским резидентам, она доступна всем. История с журналистом как бы этому подтверждения. Есть отдельный цифровой интерфейс для работы с экспертами, у нас около тысячи экспертов, и российских, и международных, и у нас есть отдельная система LS Fusion, которая с этим работает. И мы выстраиваем две новых цифровых платформы в этом году, одна из них, вот MVP, мы должны запустить в конце этого года. У нас существовала всегда сетка центров коллективного пользования для стартапов. Это различные лаборатории, сложные технические, которые расположены были по территории Сколково и всей России. И мы сейчас переходим к следующему шагу, это создание платформы R&D как сервис, для того, чтобы наши корпоративные партнеры, которые иногда отчаянно ищут возможности размещения НИР, в правильных специализированных институтах могли такого рода партнерства находить с институтами, которые могут для них заказной НИР делать. Ну и я знаю, что, собственно говоря, схожая вещь происходит и в Санкт-Петербурге. Мы с такого рода системами, НАТО делает похожую систему, готовы партнериться, мы не видим в этом какой-то коммерческой составляющей, для нас важно как раз поддержать стремление партнеров к новым технологиям. И еще одна новая платформа, у нас работает менторская платформа, но мы с учетом нашей стратегии, где у нас должно быть через 10 лет не 3 тысячи стартапов, а 7,5 тысяч новых стартапов, в связи с 10-летним сроком они не могут быть старше 10 лет, мы технологизируем платформу работы с менторами и расширяем панель менторов, то есть будет еще одна такая технологическая платформа работы с менторами. И вот эти вот подкладки цифровые, которые позволят нам повысить интенсивность, эффективность работы контрагентов, существующих в экосистеме, я думаю, что это выход для нас. – Спасибо. Кирилл, слушайте, знаю, что перебираем время, уже перебрали катастрофически, но вопрос с заранее известным ответом, но все же. А с вашей точки зрения, окупились инвестиции в Сколково? – Ну, если мы сейчас… Ну, во-первых, существует такой стереотип, что Сколково сделано и построено за государственные деньги. В чистом виде стереотип, даже если посмотреть те инвестиции в недвижимость, которые были сделаны на территории инновационного центра, это в текущем моменте 40% государства, 60% – это привлеченные частные инвестиции. И девелоперские, и партнерские, и все эти центры, которые строятся, они не за госсчет строятся. Университет построен за госсчет, технопарк построен за госсчет, и построена базовая инфраструктура, дороги, электричество и так далее. Вторая история. Ну, вот я называю оборот компаний, которые являются резидентами Сколково. Но надо понимать, что это, по нашим оценкам, где-то одна пятая того, что реально дают мультипликаторы в экономических оборотах. Это происходит потому, что у нас есть ограничения для стартапов, они перестают быть резидентами Сколково, когда превышают оборот 1 миллиард рублей. Именно поэтому значимую часть коммерческой деятельности, IP они оставляют на компаниях-резидентах, получают за использование лицензии от компаний-разработчик какие-то лицензионные платежи. И мы вот эти платежи видим как оборот. Но реальный экономический оборот они производят компаниями, которые не являются резидентами Сколково. И таких компаний сотни, и их оборот значимо выше, чем 1 миллиард рублей, значимо больше, чем 160 миллиардов рублей, которые мы видим в отчетах своих резидентах. Даже такой простой факт, только НДФЛ, только московский, зарегистрированный в Москве компанией, который платит в бюджет города Москвы, он около 5 миллиардов рублей ежегодно.